Всем привет! Сегодня я хотела вам показать, как Алиса у нас приходит с детского сада. И у вас хочу спросить, как ваши дети приходят с детского сада, когда их приводит бабушка или дедушка, как они встречают родителей. Привет! Мама, папа! Привет, Алиса! Иди, ухай! А ну-ка! Сегодня Алиса сделала вот такие вот вещи у нас. Космос, да? Давай раздеваться, Алиса. А где Гарик? Гарик? Снова на уличных хлебах. А где Гарик? Гарик придет скоро, завтра. Сидеть. Сидеть. Ты мне говоришь, что ли? Нет! Сидеть, говорит. Давай раздеваться, Алисенька. Снимем твои сапожки. Гарик! Видишь, уже передумал. Хотя она может сама раздеваться. Любит, когда папа участвует. Да? По пятницам я отвожу Алису в садик и забираю так же. Один день недели даю бабушке отдохнуть. Алиса, куда мы едем? В садик. В садик. А кто тебя там ждет? Алиса. А Алису отсужили здесь в садик, поэтому я прихожу на работу с задержкой. А здесь у нас строят пешеходный переход. Наконец-таки они строят напротив микрорайона. Потому что еще дальше есть необорудованный пешеходный переход, где пешеходы просто сделали его сами. Здесь очень быстрые поезда. И Сапсан здесь ездит, и Ласточка. Можно не успеть перебежать. Уже было так пару раз. Кого-то сбивали. Сколько раз здесь ставили забор. И даже знаки вешали. Но их игнорировали. Просто выбирали забор, сносили его. Людям здесь удобно переходить дорогу. Официальный дорожный переход. 700 метров вот в эту сторону. 700 метров, представьте. Это надо такой крюк сделать. Сейчас я планирую прийти домой. Может какой-нибудь, знаете, супчик сварить. Знаете, что мы будем скоро переезжать. Поэтому я хочу исправить некоторые косячки, которые возникли в период эксплуатации квартиры. Как бы в мышной свиньи, если что-то есть, я буду исправлять. Чтобы мы выглядели в глазах людей нормально. Все же воспитанные люди. Нам понадобится клей. Один прозрачный, второй водостойкий. Ну что, ребят, добрался я домой. И вот сейчас достал эту кастрюльку, в которой, в принципе, я и буду варить супчик. Спасибо, что некоторые делают блюда по моему рецепту. Даже писали, что нравится и получилось у них все. Сейчас тоже будет такой супчик, в основном, рассчитан для Алисы. Она такие грибные не любит. Красной рыбы тоже не ест. Сырный так периодически бывает по настроению. Но сейчас я сварю такой, знаете, более классический. Наверное, 90% его завасварят. Но с кое-какими нюансами различными. Я купил ножки. Сейчас я обрежу из них мясо. Перемолю для маленьких тевтелек. Ну, а косточки я из них сварю бульончик. Ну, давайте начнем. Я не буду прям подробно показывать. Кто меня смотрит, знают. Как-то, в принципе, готовятся. Только какие-то нюансы. Кости я буду складывать в эту кастрюльку. В прошлый раз мне писали, нельзя давать такие трубчатые кости собакам. Они могут себе кишки порезать и так далее. Я ответил на этот вопрос, но, походу, не все увидели этот ответ. Я понимаю, конечно. Я отвечу в этом видео, потому что никто собакам не будет давать сырые кости. Их отваривают, и на этом бульоне отварят, от костей, варят им каши. Или, не знаю, что они там дают. Ну, скорее всего, каши, если это породистые. Там добавляют овощи и так далее. Никто им кости не дает максимум, там, я не знаю, вот эти вот жопки, хрящи. Ну, вот с мясом покончено. Столько получилось. С 7 получается голени. Вот, поставил водичку сейчас для бульончика. В этот раз я не буду добавлять рис, а сделаю именно суп с рисом. Немножко-то вместо макарон кинул. И будет такое разнообразие. Сюда я добавлю лук. Ну, и немножко, наверное, морковку маленькую какую-нибудь. В принципе, все я для супа подготовил. Осталось только закидывать в правильной последовательности. Здесь и фарш уже готов. И в конце я порежу петрушку, кину. Здесь морковка, картошка и еще кости варятся. Закинул я фрикадельки чайной ложечкой. Сейчас покипит немножко, закину картофель. Ну, в принципе, стандартная процедура. Просто я не стал делать пережарку. Кину туда морковку, потому что бульон и так будет насыщенный и без пережарки. Добавил я уже суп-рис. Я покупаю рис обычно, что для фарша, что если суп готовят с рисом в пакетах. Его варю до полуготовности и потом спокойненько добавляю. Можно добавлять на этапе, когда суп уже практически готов. Вместе там с морковкой, с зеленью. И рис уже автоматически потом дойдет. Сейчас он уже закипает. Я сейчас добавлю морковку. Еще покипит. И высыплю уже петрушечку. Накрою суп и дам настояться. Ну и все, суп готов. Я думаю, с удовольствием все будут кушать. Ну и как обычно, я поснимаю, как ест этот суп моя семья. Как оценят его. Если будет все хорошо, вы можете тоже так же сготовить. Я думаю, ваше семейство тоже оценит. Надеюсь, вы тоже попробуете такой рецепт и напишите свои комментарии. Либо кто-то уже готовил так. Но все равно идеально приготовить точно-точно никто не сможет. Даже если люди готовят вместе одинаковые блюда. Я уже говорил об этом. Все руки разные. Я купил белую матовую краску, чтобы покрасить дверь в нашу комнату. Она немножко подрана из-за того, что мы переносили кровать. Детскую кровать. Поэтому там есть небольшие нюансы, которые, может быть, под определенным углом, наверное, будут видны. Так как дверь была в нормальном состоянии, я ее верну в первоначальный вид. Перемешаем хорошо краску перед тем, как нанести. Вот эти потертости я их сейчас закрашу. И, надеюсь, ничего не будет видно. Пока немножко еще отблик такой видно, чтобы были новая краска. Но как только она высохнет, она приобретет, в принципе, такую же фактуру. А сейчас я займусь ванной. Там отлетел кусок плитки. Я не знаю, почему. Может, это время. Ну, скорее всего, потому что его не стал бы никто ковырять. Сейчас я просто на герметик посажу или на клей. Посмотрю, что выгоднее. Ну, скорее всего, на герметик. Ну, как тебе супчик? Очень классно. Мне понравился. Жалко остыл. А так очень вкусный, такой легенький. Ты решил без пережарки, да? Ну, да. Ну, думаю, по-моему, такая насыщенность у нее хорошая. Ну, да, вкуснячий. Спасибо. Если была бы пережарка, мне кажется, он вообще был бы тоже жирный перебор для Алисы. Ну, да. Ну, в общем, классно. Фрикаделек много. Если ты с нами много, то есть, нам много. Алиса постоянно требует мяса. Мясо, мясо. Не постоянно. Оно один раз было такое. За три года почти. Ну, а Сережа запомнилась. Вместо одного пуска плитки пришлось снимать три. Все так же герметить, зачищать, обезжиривать. Но, знаете, по большому счету ванну нужно вообще срывать. Заново наносить герметик и заново укладывать плитку. Потому что там большая влажность. Ну, была бы моя квартира, конечно, я бы это сделал. Но это большой геморрой. Это надо, чтобы ванна высохла. Потом первый этап, сначала загерметить ванну, высохла. Потом плитку, чтобы высохла. Короче, ну, очень долгое время. И надо это все пленкой, скорее всего, заклеивать, чтобы не подвигалась влага. У него тоже есть свой срок давности, свойства, которые могут удерживать влагу. И эти свойства уже прошли. Герметик разсохся полностью. Все равно ванна подтекает немножко. И последний остался нюансов. Отклеилась какая-то набоя это или что, куски. Это уже я сейчас приклею, зачищу. Ну вот, посмотрите, выглядит практически как новая. Или еще ходит, наверное, на пару квартирантов. В принципе, это все косяки, которые возникли в процессе эксплуатации квартиры почти за сколько? За 9 месяцев. Есть, конечно, еще пару недочетов. Но я не вижу даже этому уделять внимание. Поэтому вот это вот основные. Хорошо все-таки мы поставили пластмассовые, да? Гарик. В принципе, это основные такие моменты, которые возникли. Ты что здесь делаешь? И вот представьте, если это были обои. Люди, которые снимают квартиру, знают, что дело амортизации такое, дело скользкое. Бывают разные ситуации. Но это вот тело опять шкарябает. Ты себя нормально чувствуешь? А? Э, шкура кошачья. Нормально чувствуешь, нет? Вообще никак не уймется. Я не знаю, просто какой-то маньяк. Гарик, очнись, э! Гарик! Вот очередь добралась и до Алисы пробовать супчик, да? Будем пробовать супчик? Ставим миску. Ну и как? Вкусно? О, молодец! Давай. Я так и знал. Алена тоже почти доела кастрюлю. Оставила вот Алисе. Ну ладно, что. В большой семье. Что за бронё? В большой семье, как говорится, не щёлкнут. Может, сварю ещё как-нибудь. Помалую. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»